Всем большой приветик! Всем, можно сказать, добрый вечер! Недоброе утречко, как всегда. Что я как-то влог сегодня поздно начала снимать. А хотя я сегодня вам снимала распаковку подарков. То, что Женя привёз с удовольствием. Так что, если не смотрели, не забудьте посмотреть утреннее видео. У нас сегодня так холодно на улице. Я ещё даже никуда не выходила. Весь день всё это в монтаже, в съёмках, в общем. На кулинарный канал. Это я что-то прям действительно запустила. Вы мне уже пишите, Аня, где рецепты. А что нас дома почти вообще не бывает. Мы постоянно где-то мотаемся. Всё. А сейчас лето вообще. Нас не увидите дома. Вот, если, конечно, лето будет удачное. Так что, надо браться. Тем более, завтра Серёжа на работу. Просто, когда Серёжа дома, у меня обычно никаких дел. Мы постоянно куда-то ездим. Когда я, ну, одна дома, я имею в виду, без него, я как-то больше ну, по дому какие-то дела делаю. Дима. В общем, у меня сегодня так пасмурно, противно. Иди, папа тебя оденет. Подойди к папе. Он тоже сегодня постельный Женькину постирал вместе с одеялом. У меня одеяло. Уже всё высохло. Буквально полчаса. Ну, не полчаса, а час. Мы уже всё сухое. Всё, пошли. Давай, давай, заходи. Так, у нас сегодня, видите, пасмурно, холодно. Прям хладрыга. А я сейчас тоже испекла пирог. Сняла на кулинарный. В общем, надо брать себя в руки. Начинать снимать. Это какие-то хотя бы более-менее простые всё. Кофеман. Кофе. А что, молока больше нет? Нет. В общем, такой пирог я испекла. Это я сейчас в контейнер положила, отнесу к Тане. Мы сейчас просто всё равно уезжаем и завезём. Пусть они чай по-пятому. Жень тоже опять сегодня пошёл к Тане ночевать второй день подряд. Ночует вторую ночь подряд. У неё ночует. Вот сейчас немножко остынет. Просто ещё тёплый. Не дам. Только из духовки вычла. Вот. Отвезём им. Пусть они пьют чай со вкусным пирогом. На контейнер я заберу, потому что это Серёжа контейнер, с которым он на работу ходит. Что-то стоит. А это сейчас под плёнку уберу. Такой прям мягенький, вкусненький. Так что, вот такие дела. Вкусное яблоко? Да. Да. В общем, всё. Сейчас будем собираться. Господи, ну чё там такое-то, видите, перчатки эти висят у меня. На крану они мне постоянно мешают. Я их туда на крючок повесила. А главное, с обыковым зрелем, так и хоп, смотрём, не поняла, чьи там руки ко мне тянутся. Чего? Нет. Они в доме. Ну-ка, пройди. Да, я посмотрю, как у тебя рюкзоотёк. Смотрите, как здорово. Прям Димин размерчик. Ну-ка, дай лямочку поправим. Смотрите, как хорошо. Динозаврик маленький. Да. Они в доме. Мы приехали. А тут, оказывается, у нас ребята потолок делают. Мы не знали, что они сегодня приедут. Серёжа проверяет яму. Не просела она там. Ну чё, не просела? Просела. Надо подсыпать щебёнки. Надо, говорит, подсыпать щебёнки. Сейчас сначала к Тане, а потом поедем за щебёнкой. В общем, Серёжа купит щебёнку ещё. Засыпет здесь. Чё, пойдём посмотрим. Дима проверяет. Пойдём, Дим. А то сейчас машина поедет. Нам главное это не забыть. Потом, когда поедем домой, заехать в магазин, купить молока. Молоко закончилось. А я вообще свой день не представляю. Утром пить кофе. А кофе я пью только с молоком. Ну, молоко с липкой, без разницы. Чё, в общем, такой обычный кофе я не могу без всего пить. Для меня оно очень-очень крепким, кажется. Так что надо первым делом это купить молока. Хлеб у нас вроде есть. Так, всё есть. Молоко только надо. Вот сейчас Серёжа просто уже вечером пил. Кофе последний долил. Так, чё тут у нас? Вот они в моей родной грядочке. Опять земля потрескалась. Не знаю, блин, не рано я посадила, нет? Редиску, зеленью. Чё-то у нас прям эти дни вообще холодные передают. Ну, как холодно? Десять. Да и тут у нас вообще по тридцать было эти дни. На солнце жарко. А сейчас до десяти градусов. Я сейчас даже стою прохладно в куртке. Вот. Ой, смотрите. А чё это такое лезет? Это трава или чё? Это цветы у меня? Вот это что такое? Это цветы, что ли, у меня уже лезут? Или нет? Кто знает, что это за стрелы такие торчат? Потому что не было же. Вчера мы приезжали, не было утром. И вот, смотрите. Вот это точно не какой-то сорняк. Я даже не знаю, потому что, видите, это у меня тут упаковка, чтобы я знала, что у меня посажено. Вот эти вот осоки, что ли. Это, может, она. Хотя нет, листочки вроде другие. Да? Блин, она разбирается, кто у меня в цветах, в растениях. Вот тоже, смотрите. Вот это точно цветы. Вот это не знаю, под вопросом. А вот это точно цветочки. Вот. Смотрите, как быстро полезли-то. ой, что касается клубники, не знаю, блин, что-то все высохше, блин. Ай! На второй этаж залезли. В общем, клубника вот так. Я вообще, знаете, что думаю? Ой, смотрите, закат прям сзади меня, как красиво, да? Видите? Вот тут. ой, как здорово. Смотрите, какая красота. И там, вон, смотрите. Красота прям. Вот, что хотела сказать по поводу земляники. То, что я сажала дома на рассаду. Мне кажется, ребята, она у меня не взойдет. Она у меня взошла, но там очень-таки маленькие. Вот это уже по три листочка вылезли. Я не знаю, наверное, уже можем рассаживать. Или они еще очень слабенькие. Вот я даже на самом деле, не знаю, надо мне почитать, открыть. Вроде, да, это вот, когда вот сажала, читала, по-моему, три листочка уже. Когда влазит земляники, можно вроде как уже рассаживать. Не знаю. В общем, я думаю, надо мне было все-таки с декабря уже начинать сажать, чтобы она уже такая крепшая была. листочки. А это, получается, в июне она июнь, июнь. Ну, в основном в июне, да, она начинает свистеть. Клубника и земляника. Она вообще у меня слабенькая. А что тут уже осталось? Полтора месяца. Вот тебе июнь. Так что, не знаю. Посмотрим. И тоже какие-то засохшие. Мы их вместе с навозом в перемешку сажали. Клубнику. Где она там у меня? Что-то тоже какие-то слабенькие. Пойду тоже я на второй этаж слазу. Посмотрю, что там ребятки наши делают. Не знаю, один он или вдвоем. Они сегодня приехали. Сейчас залез тоже, посмотрю. Сережа с Димой, блин, залез на второй этаж. Он что-то там сверлит. Как темно тут. Темно. Слазил, не стал там даже ничего покаживать, потому что там темно. Вроде так, и глазом смотришь, нормально. А на телефон чуть-чуть темноватый очень. Димка прям вообще с этим рюкзаком теперь не расстается. Так, провод не трожь. Они там вдвоем сегодня. Почти уже закончено. Ой, дождик, смотри, дождик начинает, капает прям. Дождик. Дождик, дождик, лей, лей. Иди на крылечко сюда. Да. Дождик капает. Кап-кап-кап. Дождик, дождик, кап-кап-кап. Мокрые дорожки. Все равно пойду гулять. Надену сапожки. Все, побежал. Сережа, вот видите, вчера тоже приезжал тут и собирал немного травы. Видите, рубит вот эти большие ветки, лопаты. Вот он как раз эту лопату и сломал. Не знаю, куда он ее делать-то. Я на бытовку поставил. А там на ключ закрыты. Вообще, видите, вот эти, которые длинные, он их прям под корень начинает рубить. Потому что так их граблями не взять. Только надо лопатой обрубить, чтобы более-менее собрать. Но все равно, смотрите, вроде кажется, знаете, более-менее еще порядок, пока трава не вылезла. Сейчас какая она полезет, а сейчас тем более дождя обещает. Сейчас после дождя она как на дрожжах будет лезть. А где эта лопата, которую ты сломал? А? А что эти грабли не убрал? что-нибудь там стоят? Сейчас дим, поедем к Тане. Вот эта грабли штука перегнулась, что ли, там. В общем, вот он сейчас купил эту железную фигню. Вот. Ну, зато сейчас дождь чуть-чуть прокапает, такой усиливается. И грядки польет. Блин, вот я подумала, на самом деле не рану ли я посадила. Потому что земля, думали, все уже тепло будет, а погода, видите, какая обманчивая. Вроде жара, жара, была тут дожди, холодно передают. Дим, поправь шапочку, Дим. Взял мешок. Все, поехали к Тане. Скажешь всем пока-пока? Подожди, дай шапку поправь. Давай, говори теперь. Всем пока-пока. Мы увидимся с вами завтра в следующих видео. Пока-пока. Субтитры